Так, срочный заказ. Я, правда, на эту тему уже много раз говорил, но потребовали ролик. Об этом Константин Натанович. Почему вам не нравится Демократическая партия? Это обычная американская партия, чуть левее от центра. А Петр Кудимов. Петр, это не совсем так. Это было так. Долгое время демократические и республиканские партии располагались, так сказать, на политическом пространстве, чуть левее, чуть правее, но очень условно. Это вот как левые сейчас в Израиле. Они левые не потому, что они социализм хотят, а потому что они либералы. Они свободы хотят для сексуальных меньшинств. А Демократическая партия, это произошло, на самом деле, не очень давно. То есть, начало происходить давно, после большевистской революции, очень большое влияние левых социалистов в Соединенных Штатах. И Коминтерн начал проникать и создавать свои структуры, и усиливать влияние. И, значит, к моменту, когда к власти пришел Рузвельт, ФДР, Франклин Делано Рузвельт. В общем, это перед войной было, в общем, реализовывалась такая социалистическая программа, но умеренно с учетом главных законов, позиций, того, что сделали отцы-основатели. Однако, где-то лет 30 назад произошел, ну, такой, как мне кажется, это моя трактовка, она там не точная, со мной многие американцы не соглашаются. Произошло такое накопление левых настроений, левых идей, которые усиленно продвигались через университеты. Я рассказывал, профессора в университетах, это все люди, которые продвигают либеральные идеи, социалистические идеи в современном смысле. И один из моих приятелей, человек, который там пять лет просидел в отказе в Советском Союзе, и, наконец, выбрался, и тут стал защищать социалистов. Но это смешно, и в университете, где он работает, он мне с радостью сообщает, что вот консерваторы не выживают. А вот люди с левыми идеями, либеральными идеями, как он говорит, многие здесь так говорят, вот, они пользуются уважением. По нынешним временам это социалистические идеи. А где-то лет 30 назад, да, вот произошел это качественный такой слом, и в демократической партии Соединенных Штатов появилось такое очень мощное социалистическое крыло. Социалисты. И они начали продвигать, марксисты, социалисты, начали продвигать свои идеи. Вот Берни Сандерс. Я рассказывал это много раз перед выборами в 16-м году. Демократы решали. У них две личности, две кандидатуры были. Хилари Клинтон и Берни Сандерс. Вот кто из них будет представлять их на президентских выборах. И было такое партийное голосование. Якобы победила Хилари Клинтон. Хотя там были разные инсинуации по этому поводу. Некоторые республиканцы говорили о том, что она украла 5 миллионов голосов у Берни Сандерса. Я не знаю, я присутствовал в штабах, которые готовили эти выборы. Я наблюдал и об этом делал репортажи из штаба Берни Сандерса. Где собрались люди, американцы, которые являлись сторонниками, ну, не просто левых идей, социализма. И Берни Сандерс им накручивал на уши лапшу тогда о другом социализме. Не советском, а шведском. Не буду вдаваться сейчас в детали. Но это была установка такая. И происходит, ну, некоторое такое, знаете, очень заметное смещение влево. Вот в тот момент, особенно, когда у власти демократы, левые. Вот в 16-м году совершенно нетипичное явление для Соединенных Штатов – пропагандистская кампания. Оно нетипично для Соединенных Штатов, но оно очень типично для левых. Концептуально, и это происходило везде, это происходило в Советской России, в большевистской России. Они начинают организационные, экономические преобразования. Левые, социалисты. И это становится, ну, очень разрушительным явлением. То есть, результаты, которые они должны были бы получить при обобществлении собственности, ликвидации частной собственности, более с их точки зрения рациональном устройстве, экономике, бизнесов. Ну, уже бизнесы исчезают, потому что исчезает частная собственность, а, ну, не дают нужных результатов. Катастрофа. Там перестают работать банки, перестают работать предприятия, или работают в разы хуже. Производительность труда резко падает. Падает заинтересованность рабочих в высокой производительности управленческого аппарата. Что в этих случаях делать? Кроме этого, еще происходит, ну, организационная дезорганизация, так сказать. Идеологическая, конечно. И тут же вот эти умные начинают протестовать, ну, вот как в Кампучи. Интеллигенции, учителя, врачи начинают говорить, что, «Ребята, вы что-то не то делаете. Что делать с этими теми, кто протестуют?» Их надо переубеждать. Ну, вот первый шаг – это лагеря переубеждения, там, культурная революция в Китае, лагеря переубеждения, там, в Китае, в Кампучи, перевоспитания. И ГУЛАГ в Советской России и включение пропагандистской кампании. Пропагандистская кампания была включена прямо в 18-м году в Советской России, в большевистской России. Вот типичный пример – это новожизненские статьи Горького. Это еще до Каприо. Он, конечно, помогал большевикам прийти к власти, как вся левая российская интеллигенция. Но когда они пришли к власти, когда эти матросики начали грабить, убивать, насиловать прямо на улице, власть не то, что ничего не делала, а способствовала, ну, дезорганизации, начала преследовать людей не стопроцентно согласных с тем, что она делала, эта власть. Вот Горький начал выступать, и тут же запрет, цензура. Заодно с газетой «Новая жизнь», где Горький публиковал свои статьи, запрещены были все буржуазные газеты. Вот, то есть можно было только поддерживать эту власть, или, там, ГУЛАГ, расстрел, ну, закрытие бизнеса, по крайней мере. Вот то же самое произошло в 2016 году. Это должны исследовать американцы, конечно, не сторонние наблюдатели. Но случилось так, что 95% средств массовой информации, вот этих крупных контролируемых корпорациями, они включились в эту пропагандистскую кампанию в поддержку демократической партии против Трампа. 16-й год – это избрание президента Трампа, и начало пропагандистской кампании, мощнейшая борьба с Трампом, с республиканцами, с средочной экономикой по существу, вот, протесты. И все это закончилось перед выборами в 20-м году погромами, искусственно организованными, кстати говоря, теми же самыми демократами, которые погромщиков защищали, собирали деньги на адвокатов, на выкуп, бюджетные деньги использовали для этого. Это закономерность такая. И вот то, что сегодня происходит, это, ну и в 20-м году, это еще один элемент важный. Они в такой степени боятся отойти от власти, что они начинают фальсифицировать выборы. Дело в том, что для них отойти от власти – это значит выключить механизмы контроля, которые они включили. Они включили то, о чем говорил Дональд Трамп, и говорит, это Deep State, глубинное государство, это высокая степень влияния, политического влияния на спецслужбы, на ФБР, на ЦРУ. Часть пропагандистской кампании, как сейчас выясняется, формировалась просто в офисе, в одном из офисов ФБР. И в этом принимал участие директор ФБР, назначенный демократами. И там его заместители, и активные активисты, так сказать, ФБР – сторонники демократической партии. То же самое происходило, между прочим, с ЦРУ. Это же ведь попытка использовать государственные механизмы для политических целей. То есть это предательство, ну, в самом чистом виде. Они начинают защищать спецслужбы не интересы государства, а интересы политической группы, которые, ну, конечно, не совпадают. Ну, бывают случаи, когда они совпадают, там, довольно часто, но в основном нет. Самое главное, что цель политической партии, политической группы – удержание власти, а цель государства – смена власти. Вот в этом, так сказать, главное противоречие, которое проявляется, проявилось в 20-м году. Ну, очевидно, были проведены фальсификации, там, разными способами. И вот это восстание, которое по существу было подготовлено демократической партией Black Lives Matter, но оно должно было выполнить и выполнило роль мобилизационную для усиления факторов фальсификации выборов. По всей вероятности, там использовались электронные механизмы какие-то, но и механизмы, ну, вот, частной деятельности, когда люди собирали неиспользованные бюллетени, или они изготавливались эти неиспользованные бюллетени, где-то заполнялись и вбрасывались. Это преступление, преступление против государства. И преступление, которое, безусловно, покрывалось спецслужбами без их одобрения, поддержки. Это выпало, такую задачу выполнить было бы невозможно. Вот, в этом главная опасность демократической партии. То, что они временно, как это и бывало раньше, находятся у власти и включают механизмы усиления государственной регулирования, социальной поддержки, которые, так сказать, из общих соображений нужны и требуются гражданами, хотя приводят к деградации экономики, к ухудшению экономического положения граждан. Ну, вот это иногда делают социалисты. Но потом их власть сменяется, президенты меняются. Ну, вот два срока, новый президент, два срока, там, республиканец после демократа или демократ после республиканца. Вот. И сегодняшняя попытка, и она очевидна, остановить этот процесс передачи власти, потому что есть серьезные опасения в демократической партии, в активистах демократической партии, что начнется расследование. Расследование, ну, по существу преступлений. В том числе, кстати говоря, вот это преступление, связанное с Украиной, ну, очевидно же, что для Байдена это была попытка прикрыть свои преступления, сдача Украины, сдача сначала Крыма, а потом попытка сдать всю Украину целиком. Это попытка скрыть преступление. И это тоже интересный момент, что каждый раз, когда проявлялось то или иное преступление, демократическая партия немедленно обвиняла в этих преступлениях республиканскую партию Трампа. Байден попадается на коррупционной схеме, немедленно обвинения Трампа в коррупции, которой нету, но обвинения есть. Начинается процесс импичмента. Трамп на крючке у Путина. Ну, ясно же, что сотрудничество демократов с Кремлем началось не в 16-м году, а значительно раньше. И благодаря этому сотрудничеству Путин получил Крым. Но тут же, в основном из-за страха быть обвиненными в этом сотрудничестве, обвинения республиканцев Трампа в связях с российской разведкой, помощь в создании доклада, который финансировала Хилари Клинтон, который, как стил утверждает, был создан на основании данных, полученных от высших офицеров КГБ, ФСБ. Вот, и тут же обвинения в сотрудничестве Трампа с ФСБ. То есть, именно когда это проявилось. Вот. Так что вот эти общие закономерности социалистов, которые пытаются таким образом сохранить свою власть, вот, это серьезная проблема. Серьезная проблема, которая наносит существенный ущерб Соединенным Штатам. И, ну вот, целью, значит, преобразования, которые должны последовать после победы республиканской партии, конечно, не допускать больше прихода к власти такой демократической партии. Демократическая партия США должна реформироваться, освободиться от, ну, совершенно провокационных этих левых коммунистических элементов. Они очень опасны, опасны для государства. Опасны и с политической точки зрения, и с экономической, даже с нравственной точки зрения. Вот. Так что будем надеяться, что республиканская партия все-таки вернется во власть в 24-м году. И, кстати говоря, для Украины это, ну, спасение. То, что делает сегодня демократическая администрация. Сотрудничество с Путиным не поставка необходимого оружия Украине. По существу сдача Украины, но такая медленная, знаете, такое отрубание хвоста по частям это преступление. И это, кстати говоря, еще одна причина, почему демократы боятся прихода республикации в власти. Это же ведь все будет расследовано. Если никто не потребует этого расследования, то я потребую. А чего? С какой балды вообще демократы ограничивали поставки оружия? Почему не выполнялся план Ленд-Лиза? Почему они проводили пропагандистскую кампанию в самой Украине, принуждая фактически Украину к сдаче? Вот. Что это за такая провокационная деятельность с союзниками по НАТО, когда они их уговаривали и требовали от них не помогать Украине и перед войной, и в ходе войны. Вот. И это все требует расследования, конечно. Будем надеяться, что это произойдет. Эту войну против Украины ведет не только Путин, к сожалению. Эту войну ведет еще и демократическая администрация Соединенных Штатов в своих интересах, придумывая в качестве оправдания то, что эта война может расширяться. Она расширяется, тем не менее. Эта война может привести к ядерной составляющей. Они фактически уговаривают Путина, как они уговаривали его в начале войны, напасть на Украину, там, разными способами, прямыми и косвенными. Так они его сейчас уговаривают применить ядерное оружие. Это очень опасно. И очень надеюсь на то, что Путин, получив урок от демократической администрации, следовать их указаниям не будет. Путин, что не может выдастся, чтобы выдастся, или выдастся. как вы думаете, Это очень опасно.